Тактическая медицина – это оборона. Про нее вспоминают, когда враг попал пулей или осколком, или контузией от взрыва. Тогда уже не до боя надо спасать собственную жизнь. Потому что спасение раненых – это один из важнейших видов боевого обеспечения. Знать, как оказывать медицинскую помощь в полевых условиях и благодаря этому спасти чью-то жизнь – критически важный навык. Занятие по тактической медицине прошло для учащихся школы номер 24 имени Крысовского в Монине. Его организовало Щелковское отделение молодой гвардии. Начинаем обследовать на кровотечение голову чисто. То есть вот сейчас будет также проверять чисто, шею чисто. Нам нужно посмотреть, запал язык у человека или нет. Потому что иногда приступы пилепсии. Слышали такое, да? Бинты, жгуты, антисептические средства, повязки – целый арсенал медицинских средств. Разобраться, как правильно ими пользоваться, помогли инструкторы по тактической медицине. С учетом специфики той деятельности, которой занимаются наши школьники, больше был упор на медицину чревечайных ситуаций, наказание само- и взаимопомощи в тех ситуациях, когда человеку стало плохо. Рассказывали ребятам о специфике само- и взаимопомощи, в том числе и в ходе боевых действий. И, конечно же, обратили внимание на меры безопасности в условиях террористической опасности, которой подвергаются не только фронтовые регионы, но и глубинные регионы нашей Российской Федерации. С начала специальной военной операции Щелкова оказывает активную поддержку тем, кто сейчас находится на передовой. Совсем скоро очередная партия гуманитарной помощи отправится на Донбасс. И вместе с ней слова поддержки и благодарности, которые написали учащиеся школы номер 24 имени Красовского и активисты молодой гвардии.